Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В едином порыве в Абруске прошел день информирования. Мы не безразличны к тому, что происходит в нашем городе. Что на повестке? Незваная гостья. Сыщики по горячим следам задержали подозреваемую в разбое. Ей оказалась ранее судимая за убийство. 49-летняя могилевчанка. Кошелек или жизнь? Духовный обитель. Монастырь в честь святых жен Мироносец отпраздновал юбилей. Как я говорю, у нас год за два, потому что очень сложное место здесь. Как это было? А также верительные грамоты, второй энергоблок и жаркий прогноз. На пятницу объявлен красный уровень опасности, о чем еще предупреждают синоптики. Укрепляя сотрудничество, президент принял верительные грамоты у послов девяти государств. Церемония вручения состоялась во Дворце независимости. Главы дипломатических представительств начали работу в нашей стране и предоставили Александру Лукашенко официальный документ, который, по сути, разрешает им говорить и действовать от имени своего государства и решать злободневные вопросы двусторонней повестки. Это послы Таиланда, Эквадора, Мексики, Ганы, Ирана, Кореи, Мавритании, Панамы и Таджикистана. Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация объединенных наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино. где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят? ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями. Синяокая, как участник международного сообщества, вносит существенный вклад в систему региональной безопасности и готова вести диалог с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает наш суверенитет и независимость, уверил Александр Лукашенко. Нина Туна рвалась. В Могилеве по горячим следам задержана подозреваемая в разбое. В милицию обратилась 91-летняя женщина. Она сообщила, к ней пришла незнакомка, представилась сотрудницей электросетей. Попросила зайти в дом для диагностики счетчиков. После того, как пенсионерка впустила ее, гостья под угрозой ножа и физического насилия стала требовать деньги. Получив отказ, убежала. Сыщики по горячим следам установили личность и задержали женщину. Ей оказалась ранее судимая за убийство 49-летняя могилевчанка. Возбуждено уголовное дело. Поэтапный набор, минимальный размер и рабочие профессии. В учреждениях профтехобразования началась приемная кампания. Сколько предлагают мест? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет поэтапный набор мощности. С вводом первого, напомним, выбросы прониковых газов сократились почти на 6 миллионов тонн. Общая выработка энергии – 15,5 миллиардов киловатт-часов. Это дало возможность заместить порядка 4 миллиардов кубометров природного газа и снизить зависимость республики от импортного углеводородного сырья. В Беларуси вырастет размер больничного. С 2024-го вступят в силу новые нормы, по которым ФСЗН выплачивает деньги. Тот, кто трудился не менее 10 лет и все это время уплачивал взносы, будет получать 100% утраченного заработка с первого дня бюллетеня. У кого стаж меньше – 80. Выплаты будут привязаны к минимальной зарплате. Сейчас это 554 рубля. На рынке автопрома растут продажи электротранспорта. В конце года в стране будут более 700 электрозарядных станций. В 2024-м добавятся еще 105. Дополнительно построят 15 современных супербыстрых комплексов. В планах совместно с Китаем наладить производство зеленого транспорта. На это может уйти не менее трех лет. Началась приемная кампания в учреждениях профтехобразования. Всего в Беларуси около 160 таких учебных заведений. Они готовы принять 26 тысяч абитуриентов. Структура подготовки постоянно совершенствуется. Определяющий фактор здесь – изменение потребностей рынка труда. Престижность рабочих профессий в первую очередь в том, что на них держится экономика страны. На пятницу объявлен красный уровень опасности. Столбик термометра поднимется до плюс 30. Пройдут кратковременные дожди. Местами сильные. Прогремят грозы. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В отдельных районах сгустится слабый туман. В субботу и воскресенье синоптики обещают до 28, выше нуля и без осадков. По существу, на Фондоке прошел день информирования. В центре внимания экологическая и биологическая безопасность страны. Тема, которая в последнее время приобретает всю большую значимость в системе защиты национальных интересов. В Беларуси сохранена уникальная для полноценной и разнообразной жизни людей природная среда. Например, наши болота очищают атмосферу так же эффективно, как 20 миллионов гектаров леса. А по обеспеченности водными ресурсами мы среди лидеров. На одного жителя приходится более 6 тысяч квадратных метров. Это выше среднеевропейского показателя. Так как мы являемся жителями города, и мы не безразличны к тому, что происходит в нашем городе, как выглядит наш город, как мы дышим чем-то, все, что сегодня вот эта самая главная тема, экологичность, озеленение, воздух, вода, это все нам очень близко. Для нас эта тема экологической и биологической безопасности очень актуальна и животрепещущая, потому что наше предприятие тоже стремится быть в тенденциях экологичности. Мы используем современные экологические лакокрасочные материалы, которыми мы отделываем наши детские игровые площадки, которые сейчас устанавливаются в нашем городе Бобруйске. Обсудили здесь и ряд других тем. Дорожно-транспортный травматизм, безопасность на водоемах и профилактику киберпреступлений. В Магировской области их количество значительно увеличилось. На повестке дня также пожарная обстановка. В этом году в регионе произошло 394 ЧП. Погибло 40 человек. Главной причиной по-прежнему остается беспечность. Накопить на мечту. В стране работают студотряды. На Бобруйских предприятиях трудится почти 150 ребят. Бойцы участвуют в организации централизованного тестирования, шьют одежду и изготавливают детали для машин. Это не только отличный вариант заработка, но и бесценный опыт. О каникулах с пользой Елизавета Лепеева. На Бобруйской громаше трудится 8 бойцов студотряда. Каждый ответственно подходит к своим обязанностям. Учащиеся механико-технологического колледжа изготавливают детали для машин. Для них это не только отличный вариант заработка на каникулах, но и уникальная возможность зарекомендовать себя как хороших специалистов. Лучших в дальнейшем возьмут на работу по распределению. Я собираю раму по СТ-9, также на неё детали. В дальнейшем утрам пойдёт на... с неё будет прицеп. Для меня это хороший опыт в дальнейшей профессии. Все они работают по специальности. Мы организовываем не только их работу, но и досуг. Например, в следующем месяце мы планируем посещение кинотеатра, а также привлекаем их в жизнь нашего предприятия, в различные культурно-массовые спортивные мероприятия. Бесценный опыт получают и в автотранспортном колледже. Здесь трудится порядка ста ребят. Участвуют в подготовке проведения централизованного тестирования. Проставляют штампы на черновых листах, комплектуют необходимые принадлежности для аудитории, делают бейджики и знакомятся с планом рассадки. Более 30 человек будут задействованы и на выдаче сертификатов. На летний период это довольно-таки хороший заработок, как минимум. Также впоследствии я познакомлюсь с требованиями к ЦТС, с тем, как оно происходит. Поэтому в дальнейшем оно мне поможет при сдаче ЦТС. Всего в Бобруйске работают почти 150 бойцов. На Славянке, Таиме, Фондоке, Агромаше, в автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах. В этом году все студенческие отряды носят имена героев Советского Союза, таких как Кирилл Орловский, Иван Филимонов, Иван Краснюков и Григорий Скляр. Также будут устроены два отряда на республиканские проекты в город Минск на предприятие МАЗ и в город Островец на атомную электростанцию. Союз молодежи поддерживает ребят на протяжении всего сезона – от соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. Приятный бонус – из зарплаты не вычитается подоходный налог. В 2023-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. По итогам 2022-го средняя зарплата составила 495 рублей. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Место силы – монастырь в честь святых жен Мироносец отметил 15-летний юбилей. Расположился он на территории Бобруйской крепости, на месте, где ранее находилось православное военное укрепление. С тех пор обитель стала духовной твердыней города на Березине. Божественная литургия прошла прямо под открытым небом. На торжество собрались простые горожане, руководители предприятий, члены Белорусского союза женщин и не только. Мы отмечаем 15 лет. Так мало и так много. Как я говорю, у нас год за два. Потому что очень сложное место здесь. Много было беды, горя на этой земле. И поэтому наша святая обязанность – вымаливать эту землю, молиться за мир в нашем городе, в нашей стране, во всем мире. Для ребят организовали детское подворье с мастер-классами, подвижными играми и сладкими угощениями. Юные актеры из православного театра «Убрус» показали спектакль. Здесь же наградили победителей конкурса рисунков, посвященного женской обители. Участие в нем приняли учащиеся школы и воспитанники центров доп. образования. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова